Радуйтесь, праведные о Господе! Радуйтесь, праведные о Господе! Когда мы читаем золотой стих Евангелия, часто задают вопрос, а что это за стих такой? 3,16 Иоанна говорится, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог возлюбил тебя и меня, Бог сделал все для тебя и для меня, чтобы все мы имели жизнь, имели ее с избытком, как говорит Священное Писание. И хочется напомнить один стих, это оставленный нам в 2-м послании Петра, где он говорит здесь в 1-й главе с 3-м стихом. Он говорит, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью. Богом или со стороны Бога даровано все потребное для жизни и благочестия. И вот дальше Петр говорит, то вы сегодня, то вы прилагая всему все старание ваше. А зачем старание? Кто-то говорит, зачем стараться, зачем трудиться, может быть, зачем напрягаться? И так все сделано. Друзья, Петр предлагает, смотрите, очень интересный диалог, эти слова мы поем, и он говорит, прилагая к всему, то, что Бог все сделал для тебя и меня, ты, прилагая к этому все свое старание, покажите в вере вашей. Что нужно показать? Веруй, да и спасешься. Сегодня читались слова из пророка Аввакума. Праведный верою будет жить. Вы знаете, я часто задумывался над этими словами Писания, но почему-то возникает множество вопросов. А какой верою? Весы веруют и трепещут. И, может быть, веруют гораздо лучше, чем мы? Праведный верою жив будет. И вот, покажите в вере вашей, нужно что-то показать. Оставлена вера, Юда пишет, однажды переданная святым. И он говорит, покажите в вере вашей добродетель. В добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании нужно показать терпение, в терпении благочестие, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Все, да? Вершина. Достаточно всего. И он говорит, если это у вас есть, вы еще не спасены. Это не есть залог. Но он говорит, если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа, Иешуа Мессии. Если все это есть, вера есть, добродетель, рассудительность. Вы знаете, о каждом отдельном слове можно говорить целую проповедь, можно рассуждать очень много. Вот хочется спросить, сегодня молодое поколение сидят, юноши наши, а в что ты веришь? Во что ты веришь? Можешь ли ты дать отчет в своей вере, в своем уповании, в своей надежде, как ты сегодня провождаешь свой путь, как ты провождаешь свою жизнь, и доведет ли твой путь тебя к вечному царству, спасителя нашего Бога? Друзья мои, братья и сестры, я хотел остановиться на одной детали, на одном стихе. Много сегодня нет времени говорить, братья предупредили. Поэтому я хотел бы остановиться на таком важном одном аспекте, где сказано «покажи в вере своей рассудительность». Очень важное слово. И давайте для того, чтобы убедиться именно в этом, давайте мы посмотрим на притчи Соломона, первую главу, где Соломон сегодня говорит здесь такие слова. Для каждого из нас он оставил здесь наставление. Хочется зачитать несколько стишков, которые оставлены. Притчи Соломона, царя Давидова, сына Давидова, извиняюсь, царя иудейского или израильского, чтобы познать мудрость и наставление, понять изречение разума, усвоить правила благоразумия, правосудия, суда, правоты, простым дать смышленность, юноше знание и рассудительность. Послушает мудрый и умножит познание, и разумный найдет мудрые советы, чтобы разуметь притчу и замысловатую речь, слова мудрецов и загадки. Очень много Соломон уделяет времени и внимания именно этому качеству. Он говорит, юноше дать знание и рассудительность. Опять-таки вопрос. Как брат Давид когда-то сказал, мы всегда, читая тексты Писания, должны задавать много вопросов. Мы не должны основывать свое, как бы, может быть, убеждение или веру просто слепо вот так написано и все. Мы должны задавать множество вопросов. И теперь тут написано, чтобы юноше дать знание и рассудительность, оказывается, юношам все это надо, а нам не надо. Мы уже, наверное, этот предел прошли, да? Оказывается, нет. Соломон сказал еще в одной главе свои такие слова, что от юности предайся учению, и досидим твоих, найдешь мудрость. А мудрость – это есть страх пред Богом. Мудрость – есть благоговение пред святым Богом, хождение пред Ним по слову Его, в истине и правде, как сегодня Бог требует у каждого из нас, потому что в Священном Писании, оказывается, много есть мест, где сказано, чего требует от тебя Господь Бог твой. Бог чего-то требует. Не просто так, чтобы ты походил, пришел на собрание, может, кто-то, говорит, углубился в свой селфон, посмотрел, много ли месседжей пришло. Брат сегодня сказал предо мной, чтобы каждый человек мог задуматься, а правильно ли я соблю день субботний, вот сегодня день субботний. Оказывается, есть предписание для этого дня, что нужно делать, что нужно не делать. И множество требований и правил, говорится сегодня, и как мы можем сказать сегодня, соблюл я его в чистоте или нет. Вот апостол Павел Тимофею пишет такие слова, «Завещаю тебе, юноши». Тимофей был юноша, очень, наверное, молод еще был. Он говорит, «Завещаю тебе, соблюсти заповедь Господню чисто, безукоризненно и даже до пришествия Дня Господня». То есть не один раз, одну субботу исполнил, да и нормально. Знаете, чисто соблюсти заповедь, любую заповедь, безукоризненно, чтобы никто не мог укорить тебя, и не один раз, а даже до пришествия. Вот такие слова оставлены касательно заповедей, касательно исполнения, касательно воли Божьей. И вот давайте посмотрим еще некоторые слова. 2.11 в притче. Он здесь со 2 главы очень хорошее наставление оставил для каждого, оставил и юношам, и, может быть, всем людям на земле. И он говорит, «Сын мой, если примешь слова мои, сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо свое сделаешь внимательным к мудрости, наклонишь сердце твое к размышлению». И так далее. Он говорит, «Будешь ее искать, как серебра, отыскивать ее, как сокровище, ибо Господь дает мудрость». И он говорит, это очень много наставления о мудрости. «Тогда уразумеешь правду или праведность, правосудие и прямоту». 9 стих. «И всякую добрую стезю, когда мудрость войдет в сердце твое, и знание будет приятно душе твоей, тогда рассудительность будет оберегать тебя, и разум будет охранять тебя». Вы знаете, хочется немножко сказать именно о рассудительности. Может быть, она и не нужна. Может быть, и так все нормально. Что там рассуждать? Уже дорожку нам протоптали, батьки наши веровали в атаки, нам можно следом за ними идти. Не надо ничего изменять, не надо ни во что вникать. Зачем рассуждать? А что рассуждать? Все уже там старшие порассуждали. Оказывается, в вере твоей ты должен показать рассудительность. А уже в рассудительности бывает нужно показать и воздержание, потому что человек бывает так порассуждал, что нарубил уже больше, чем, как говорят, надо. Так вот, Соломон говорит, что тогда рассудительность будет охранять тебя, оберегать тебя, и разум будет охранять тебя, чтобы спасти тебя от злого пути. От человека, говорящего ложь, от разных негативных ситуаций, оказывается, рассудительность оберегает. От человека, говорит, попал, вот попался человек, попался, превышал спид-лимит, попался, еще что-то там, допустим, сделал, кто-то попался, выпил изрядно, его поймали, да? Не рассуждал человек. То есть, есть определенные жизненные правила на этой земле. Есть Божьи правила, которые оставлены нам в Священном Писании. Человек, исполняя который, будет жив, а не исполняя, умрет. Не исполняя которые принципы, человек не достигнет Божьего Царства и Божьего спасения. Да, Бог предложил спасение. Написано, и Он спас нас. Он уже спас. Не по делам праведности, которые мы сотворили бы, да, баню обновления Святым Духом, но Он сказал, когда спас тебя и меня от наших ошибок, от наших беззаконий, от наших грехов, от нашего неведения, от нашего, может быть, неразумения и нерассуждительности нашей. Он спас. Но сказал, иди, больше не греши. Иди вслед по моим степам. Иди и делай добро. И поэтому сегодня оставлено нам это слово и доблагословит нас Бог. Еще хочется напомнить три, третья глава. Один стишок. Я закончу о рассудительности и перейдем к рассуждению с вами. Если так можно сказать. Значит, мы читаем третья глава, двадцать первый стих. Сын мой, не упускай их из глаз твоих. Это премудрость. Он здесь выше говорит именно о чем. Храни здравомыслие и рассудительность. И они будут жизнью для души твоей, украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, и нога твоя не споткнется. Храни их. Слово Божие говорит, Соломон говорит, это Боговдохновенное слово. Тем более, многие из нас, зная, как бы сказать, именно, как Соломон в начале своего пути обращался к Богу, молился Богу. Бог дал ему премудрость. Написано, не будет ни у кого из людей подобной, как у тебя. Он умел слагать такие прекрасные, может быть, притчи для каждого из нас, когда мы их принимаем. Когда мы их не принимаем, они могут быть, ну, для нас, может быть, даже кому-то и не нравятся. Правда? Но Соломон оставил много наставлений. Он говорил о всей жизни человека, он говорил об юношах. И вы знаете, можно сказать о Соломоне сегодня для каждого из нас. Он имел прекрасный экспириенс. Вот, допустим, он говорит такие слова в книге «Экклесиаста». «Когда сердце моё руководствовалось мудростью, я решил придержаться и глупостей, чтобы испытать, что такое вино, что такое веселье, что такое женщины, так далее и тому подобное». Человек, имея богатство, имея финансы, имея деньги, да, может быть, где-то, как говорят в народе, есть такое украинское выражение, живя в Украине 35 лет, многие украинские выражения, как-то сказать, стали даже немножко родными. Там говорят в Украине так, что «переборщил». Соломон где-то переборщил, набрал женщин столько, что может быть, где-то и вина употребил больше, но всё-таки он оставил нам пример, и вот апостол Павел говорит подобные слова, вы знаете, сейчас мы порассуждаем вот с вами над текстом Священного Писания. Павел говорит нам «всё испытывайте, хорошего держитесь». Но как испытать? «Я купил хорошего коня, жеребца, нужно испытать его, нужно сесть на него, на нём проскакать, сколько-то, посмотреть, на что он способен. Я купил там ягуара, нужно испытать, сколько он выжмет по фривею, да? Я купил селфон, надо испытать, сколько у него там возможностей. Это молодёжь сразу голову поднимает, им это интересен вопрос, да? Или там ещё что-то. Человек для того, чтобы испытать, надо попробовать или нет? Как вы рассуждаете? Все мы люди рассудительные, правда? Писание говорит, в вере нашей надо показать рассудительность. И вот, чтобы испытать, есть несколько путей. Вот, когда мы с братом Алексеем были когда-то в Польше, работали там, и один молодой юноша из польских, значит, как вы говорите, гайсов, да, читает слово. И, я смотрю, он читает стих, который записан у нас, 539 Иоанна, где написано, исследуйте Писание, вы через них думаете иметь жизнь вечную, а они говорят обо мне. Ну, он на польском языке читает, мы бы это поняли. И там употреблено слово по-польски бодайте, письмо свенте, бодайте. Я смотрю, этот юноша читает это место апостола Павла, где у нас написано все испытывайте, да, там уже должно быть другое слово, а он читает вшистко бодайте, то есть, все исследуйте, только то, что доброе, этого держитесь. Оказывается, вы знаете, одно и то же слово употреблено, что там, что здесь. А у нас нет. У нас в русском тексте не так употребленно. И какому тексту отдать предпочтение? Вы знаете, наверное, лучше отдать русскому тексту предпочтение, чтобы испытать вино, веселье, машину. Давайте попробуем лучше их. Не будем верить брату Ване, Саше, там, Валере, еще кому-то. Он говорит, я это уже испытал, знаю, не бери. Плохо. Например, надо попробовать. Или все-таки нужно исследовать. И когда мы будем исследовать Священное Писание, оно нас направляет размышлять более правильно. Оно нас направляет к тому, чтобы нам размышлять логично, чтобы нам сегодня вникать в себя и в учение. Священное Писание. Кстати, этот стих пять лет назад тоже брат из Польши читал и читает, где апостол Павел говорит, вникай в себя и в Тору, занимайся с ним постоянно. Я подошел, говорю, ты что-то там прочитал неправильно, ну, ка дай мне свою книгу, я прочитаю. Читай. У меня везде стоит слово Тора. И у меня были такие глаза. Я удивился, а кто же там потрудился? Почему так столько много мест убрано или добавлено или откорректировано? И вот сегодня, чтобы мы просуждали над текстами Писания, сегодня прекрасные были сказаны проповеди, братья потрудились, говорили о том времени, в котором мы живем. И вот, когда мы читаем кодекс каждого человека, последующего за Господом или расписание, или скейджел, где мы читаем 28 и 29 глава чисел, там Бог говорит, каждый день приноси мне жертву. Каждый день Богу нужно принести жертву. Сегодня жертвы и приношения все сожжения две-три субботы назад читались уже не восхотел, не благоволил. Сегодня, в принципе, можно найти множество мест в Писании, которые говорят, молитвы наши заменили эти жертвы. Сегодня задается вопрос, давайте порассуждаем. Юноша, каждый юноша, кто проснулся, ты принес утреннюю жертву, молитву Богу? А пусть кто-то помолится, там бабушки в церкви на семь часов молятся, пусть молятся, да? А Бог говорит каждому человеку, ты принеси Богу жертву утреннюю и вечернюю каждый день. Это требует Бог. Это, как бы сказать, справедливо. Бог сделал все для каждого из нас, а мы что сделали? человек не помолился утром, человек не помолился вечером, человек не молился, может быть, всю неделю, а потом человек хочет, Господи, а почему у меня плохо все? У меня все плохо. В семье плохо, с финансами плохо, там плохо, здесь плохо. А Бог говорит, что нужно делать для того, чтобы было хорошо. Давайте посмотрим на тексты Писания Второзакония, 10 глава, 12 стих, очень нам знакомый, очень часто, может быть, братьями напоминается и говорится так. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь, Бог твой, только того, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, любил Его, служил Ему, Господу Богу твоему, от всего сердца твоего, от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа Бога твоего и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, и дабы тебе было хорошо. Бог говорит, есть условия, почему нехорошо, почему все плохо может быть, чего-то требует Бог, а ты не делаешь. Итак, Израиль, а, это Израилю, это не нам, нас пронесло, так или нет? Давайте еще один стих прочитаю, и порассуждаем каждый в своем сердце числа, 15, 15, которые оставлены нам сегодня в наставлении, это священное описание, где Бог говорит сегодня, чтобы каждый человек не мог сказать, это им, это нам. Знаете, у меня был однажды диалог с одним человеком, вот Алексей знает его, Аркадий Михайлович у нас, пресвитер баптистской общества, так сказать, и вот однажды мы с ним беседовали, он говорит, Михаил, оставь, суббота, кому она нужна? Евреям. Пища, я ему говорю, пища, тоже евреям, нам все, что входит в уста, все можно, а я говорю, брат Аркадий, а спасение, о-о-о, обижаешь, спасение это нам, твоим, они там заблудились, забыли, а спасение нам. Братья и сестры, если законы Божьи им, спасение будет тоже им. Поэтому не будем обманываться, апостол Павел говорит, много, очень часто я задумывался, почему он так говорит, не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы, не обманывайтесь, говорит, Бог поругаем не бывает, не обманывайтесь, самый большой парадокс, самая большая проблема в жизни человека, когда человек обманывает не кого-то, а самого себя. Человек может обманывать других, часто, эти обманы все равно придут ему на голову, потому что, если обманул другого, или не додал, или обобрал, или солгал брату, все равно придет это все, вернется тебе, потому что законы посева и жатвы. Никто их еще не отменил на этой земле. И вот сегодня читалось то слово, где мы в апостола Павла, в 15 главе, он говорит, сеется тело душевное, восстает тело духовное. Если ты не посеял себя, как пшеницу, не умер для греха, если человек сроднился с грехом, если человек любит грех, видите ли, потому что грех уже ведь не стал грехом, или нет? Почему-то в Ветхом Завете, прочитывая многие тексты Писания, это было грех. Грех было исть Пасху сквозным. Грех, братья и сестры, сегодняшнему дню, возвращаясь к нашей теме, и Бог говорит, душа-то исчислится из народа моего, истребится, исчислится. Это грех. А сейчас не грех. Оказывается, Христос пришел и все отменил. Так мы рассуждаем или нет? Теперь вопрос, так ли мы веруем или нет? Я хочу, чтобы мы рассуждали. Чтобы мы рассуждали тогда, когда мы предстаем пред Богом. Чтобы мы рассуждали, когда мы молимся, человек молится и говорит, Иисус, я тебя благодарю, Иисус, все, ты умер за меня, Иисус, и говорит, все, тебя прошу во имя Иисуса. Я подхожу к нему и говорю, брат, ты себя хоть слушаешь, что ты говоришь на молитве? Братья и сестры, братья и сестры, учиться надо нам сегодня из текстов Священного Писания, оказывается, правильно верить, правильно говорить о Слове Божьем и о Боге. Апостол Павел в 15 главе, если мы были внимательны, сегодня утром, он говорит, если Христос не воскрес, проповедь ваша тщетна, тщетна вера ваша, вера напрасна, можно не приходить сюда, если Христос не воскрес. И при том вы, или он говорит, мы, за себя он говорит, при том мы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что говорим либо о Боге, что Бог воскресил Христа, а Он его не воскрешал. Если я говорю о Боге, то, чего Он не делал, я лжец, и истины нету во мне. И сегодня, когда мы формируем свою веру, давайте посмотрим в этот стих 15-15, где здесь Моисей говорит народу такие слова, а для вас общество Господнее, для вас народ Господень, для вас общество Господнее, нету ничего другого. Смотрите, для вас общество Господнее и для пришельца, живущего у вас, даже тот, кто пришел к нам, в наше общество, один устав, устав вечный в роды ваши, что вы, то и пришелец забудет пред Богом. Закон один, одни права добудут у вас, для вас и для пришельца, живущего у вас. Сегодня пусть никто не обманывается, что все то, что там Бог написал, все те требования, законы, уставы, повеления, все это евреям, а мы как-нибудь так прошмыгнем в Царство Божие. Кто не дверью входит в двор овчий, тот вор и разбойник. Христос говорит, я дверь овцам. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Как это войти мною? Как это войти Христом? Сегодня Священное Писание говорит, чтобы жизнь Иисуса открылась в смертном теле нашим. Оказывается, в теле нужно еще его жизнь показывать. Вот и порассуждали. А она не показывается. А показывается наша старая, бывает, натура, которая еще не умерла, которая чего-то хочет. Побольше поесть, побольше поспать, побольше заработать, или вообще лучше не работать, а побольше получать. И все мне, мне и мне. Так? И даже в тех случаях, когда заходит вопрос, а что же из этого надо еще что-то Богу отдать? Десятую часть. Десятую часть своего времени, десятую часть своих денег, может быть, десятую часть своей силы хотя бы тоже. Нужно потрудиться для Бога и что-то сделать. Братья и сестры, сколько времени затратим для того, чтобы изучать Священное Писание? А зачем? Это все уже не надо. И поэтому сегодня я хочу предложить каждому из нас помолиться, искренне и горячо пред Богом, помолиться. Помолиться, чтобы Бог дал нам показать в вере нашей рассудительность. Рассудительность, основанную на Слове Божьем. Чтобы мы рассуждали, так ли говорит Писание? Написано, верийские были благомысленней, фессалоникийских, потому что они рассуждали. А точно ли так говорит Павел? А точно ли это так? А так ли написано в законе? Братья и сестры, мы же люди рассудительные. По крайней мере, я думаю, что хотим показаться такими. Так ведь? Пусть благословит Бог каждого из нас. Мы сейчас помолимся. Я на этом буду заканчивать свое рассуждение. Хотелось еще много сказать, конечно. Но, если Бог жизнь продлит, мы еще можем порассуждать немножко глубже. Но, помолимся о том, чтобы вере нашей соответствовала наша жизнь. Есть в иудаизме 13 принципов веры. У них этому учат ребенка от молока матери. Учат его, вот когда от трех лет уже, как говорят, дерево можно чему-то учить, от трех лет учат ребенка и говорят, они говорят, они, Моамим, они, это я, они, по-еврейски, они, это я. Они, Моамим, я верю полную верою моей в Творца Вселенной, в единого живого Бога, который сотворил все видимое, невидимое, глубины, моря, горы, все, как сегодня пелось в песне. Я верю в этого Бога. Я верю в приход Машеха, они говорят. Я верю в слова пророков. Я верю, а в что ты веришь? В что я верю? Я сломана ли моя вера на Писании, которое оставлено для достижения вечного Царства? Да благословит нас Бог. Мы помолимся, чтобы Бог дал нам рассудительность, чтобы Бог послал нам мудрость, чтобы Бог наполнил сердца наши Духом Святым, чтобы мы не слепо шли, чтобы мы не обманывали собих себя, но были в той вере, которая однажды передана Святым. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok